Мы уже проснулись, завтракаем, да? У нас теперь большой выбор еды. Вот, заложила сейчас стирку, потом как постирается, то приду еще посудомойку заложу. Потому что здесь посуды гора, просто грязные. Привет! Заня у меня приехала. Иди, я тебя раздену, зайчка. Заня, иди, когда дети вчера шарики к дверям попривязывали, это ты попривязывала. Этот еще синий хорошо держится, красный вот вообще опустился. Так, Заюня, закручивай, Сереж, закрути, на улице будем дуть. Может, теми, которые уже повисли так вот не сильно, может, ими дышать уже? Не надо. Знаешь, что мы можем щавить? Ребята тут рисуют, на машинах уже покатались. Уже рисуют, да, Афоня? Зая, а ты кого рисуешь? Кого? Ручки рисуешь? Да. Афоня, а ты кого рисуешь? Что? Дерево? Похоже на дерево, это ствол дерева, да? Я еще лет на дерево, я еще лет на дерево. Антоша забрал? Да. Кого забрал? Сережа, иди сюда. Да? Афоня, Афонечка, Афоня, посмотри на меня. Наполеон. Наполеон. Наполеон, он уже в воде готовится. А мы уже семена посадили так же. Сережа, положи, просто. Сюда воткнешь или еще в кого-то, положи. Ну что, сейчас буду разогревать обед. Он будет очень вкусным. Ну да. Что, мы обедаем? Что мы пообедали, я, получается, составила всю грязную посуду вот сюда вот на стол. Посудомойка моется. Там и противень у меня, и много чего еще. И еще, получается, я разог заложу. И все. Кое-что руками, естественно, помою. Клубнички опять Степаша нам привез. Намыли тут детям. Вот эти нам конфеты очень понравились. Они такие твердые, конечно, похожи немножко на грильяж. Но такие прикольные, я бы даже сказала. Они какие-то необычные. То есть, если он хранит в холодильнике, они, конечно, будут очень твердые. А вот если их просто на столе, то они достаточно-таки разгрызаются. Маки еще стоят. Сережу не мне их привез вчера. Ну да, конечно, очень много. Ну, они такие уже не сильно свежие, но еще радуют. Я сейчас иду на петрушку рвать. Гляньте, уже какая картошка выросла. Но почему-то нет колорадо. Скажу как. Вообще все в шоке. Здесь ни у кого почему-то на хуторе нет. А, вот начал только лупиться. Но обычно уже все облеплено. Я вот только сейчас одного увидела. Представляете, уже для... Обычно даже маленькую картошку он уже сжирает. А тут такая большая, а колорадо нет. Странно. Мамуля с папуля уже щипают, петрушка. Я сейчас тоже. Петрушка пойдет, если нам щавелеку принесет. Я вижу его сейчас щавелек. Туда побежишь стрелять? Да. Афоня, не бери пальцы в рот, пожалуйста, сына. А мы идем мыться, да, сына? Да. Пошли. Да, да, мыши пришли. Хорошо. Пойдем. Сейчас закроем ворота, да? Потом еще сейчас обмуемся, соберемся на каратэ и поедем, да? Палисатник у нас уже нужно приводить в порядок. Пиончики обрезать, что отцвели. А розочки какие распустились. Ой, как я их обожаю. Что? Что? Что, ребята дома? Мы сейчас поедем на каратэ. А зачем нам голубые? Да это ж мы бабушки же с дедушкой купили два ящичка. Вот один сейчас бабушки с дедушкой завезем. Сто рублей килограмм сейчас клубника на опте. Добрый день. Авиева. Это что? Держи. Здравствуйте. Авиева. Сюда еще. Аля, еще и самолет. Здравствуйте. Давай, здрасте. Вот так вот. На, держи самолет. Это бабушки любят тебе в подарок. Сахар нам, дядя Леня. А зачем нам столько сахара? У нас как раз вообще закончился, дядя Леня. У нас вообще нет сахара. Как раз. Да. А я думаю, хоть в пакетике заехать к вам купить. Быстренько, быстренько убегайте. Это она так типа выгнать надо быстро. Она всех так гостей. Я сейчас вас засниму все. Опа. Даже иногда детей забывают. Не баб, да? Я видела. Кто тут, сын Аль? Там кто-нибудь сидит? Кто-то меня гадал. Да? Песка кто-то туда? Да. Что теперь делать? Не надо песка? Да. Почему? Не надо, да? Да. Она чистая, да? Не надо. Нельзя туда песок? Да. Понятно. Так ты куда едешь? Работа. Работа? Да. Магазин. Магазин? Да. Ну давай. Да. А как? Ну едь, едь в магазин. Папа где? Папа? На улице. На улице. Угу. Что ты там смотришь, Андрюс? Три рома кольца, да? Магазин. Я тоже хочу его поднимать. Что я сейчас озвучу рома? Хочу его поднимать. Деньги я. Так, ну что, на сегодня все. Приходили гости с каратэ. Вот. И подарили затофонке кучу всяких интересных штук. Лопатки, в общем, все для песка. И машину еще. Хочу сказать лично от себя, что мне торт очень понравился. Вот этот вот молочная девочка и коржи, и крем вот со сливками и с творожным сыром. Очень вкусный, очень, мне кажется, хорошо сочетается с клубникой. Так что, ну я прям в восторге. Вот, поэтому я прям рада, потому что я его испекла и всем очень понравился. Так что, если у вас будет возможность, и сейчас как раз сезон клубники, обязательно его попробуйте приготовить. Мне кажется, даже просто вкусно клубнику с этим кремом перемешать, и будет уже здорово. Например, в стаканчиках сделать такой десерт. Да, надо попробовать, кстати. Хочу сейчас взбить в блендере клубнику и заморозить как мороженое. Как раз у нас сейчас клубника, сейчас вот, так что сейчас все это попробую сделать. Вот есть у нас, вот, дядя Лёня нам клубнику подарила. Она обалденная, она, посмотрите, какая темная, она очень вкусная. Сейчас я ее намою, сделаю, наверное, из нее и мороженое, и заморозить тоже. Замороженое. Вот эта покупная, она, мне кажется, еще постоит. Она и сухая, и очень такая вот красивая, и не переспевшая, поэтому с ней будем разбираться завтра. А с вот этой вот сегодня. Вот, и вот еще осталось. Немножечко Степа сегодня утром привозил. Так что сейчас помыть все, обобрать хвостики. И в блендере с сахаром. Ну все, дай, не надо. Пусть теперь само потихоньку, хорошо? Сейчас формочки только принесу. Все, мы все разлили по формочкам, да? Угу. Теперь можем все встать. Не, так сильно не дави, просто всталяй потихоньку, хорошо? Так? Да. Тихонько вот так всталяй все, да. А что, это замерзнет? Нет, это сейчас замерзнет, а потом... Завтра, да. Субтитры сделал DimaTorzok